День с толком Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Высокая точность и выигранное время. В Барнауле появился уникальный томограф. В Сибири таких единицы. Вынуждены сливать молоко в канализацию. Предприниматели Первомайского района жалуются на прессинг. Только под открытым небом. Когда в крае возобновят работу детские кружки и секции. В Сибири. Сегодня стало известно, учащиеся каких классов смогут присутствовать на линейке 1 сентября. Как сообщает Минобранауки региона, при соблюдении всех норм безопасности и при хорошей погоде торжественной линейки пройдут для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. В Барнауле, по данным руководителя городского комитета по образованию, только для первоклассников. Кстати, в этом году в Алтайском крае за школьные парты сядут более 280 тысяч детей. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Впервые станут учениками более 30 тысяч детей. Каким образом День знаний пройдет для учащихся оставшихся классов, на этот вопрос Министерство образования региона еще не ответило. Мы решили узнать, какие линейки традиционного или дистанционного формата по душе родителям барнаульских школьников. Это праздник. Праздник все-таки. И само общение, вот то, что пришли дети, пришли родители. Вот это сама, вот это вот, мягко сказать, вот эта суета. Оно, понимаете, вот я даже говорю, у меня даже, понимаете, у меня даже радость такая. Я вот вспоминаю, я и внука отводила, и приводила его. Ну, понимаете, ну решают нас этого, если это будет дистанционно. Ну что, мы все по квартирам будем как тараканы сидеть? Думаю, лучше дистанционно, потому что все-таки не стоит рисковать здоровьем детей. И особенно пожилых учителей. Понимаете, мне сложно судить, я уже взрослый человек, но традиции, наверное, имеют место быть, хотя сложно. Сейчас дистанционно проходит обучение, как дети к этому относятся, может быть, это и нравится. Не знаю, но, по-моему, личный контакт всегда приятнее. Конечно, это очень важно. Представляете, это такое торжественное. Мы, допустим, у меня дочка первоклассница, для нее это очень важно. А смогут ли школы обеспечить безопасность учащихся? Такой вопрос от педагогов на заседании комитета по социальной политике законодательного собрания края озвучил депутат Сергей Писарев. На нехватку дозаторов, санитайзеров, рециркуляторов и даже масок для обслуживающего персонала ему пожаловались директора некоторых барнаульских школ. Парламентарий, в свою очередь, просил краевых чиновников обратить внимание на эти вопросы. Замминистра образования и науки региона Лариса Терновая заявила, что ответственность за обеспечение всеми средствами защиты лежит на властях муниципалитетов. И к другим темам. Диагностировать рак будет проще. В Алтайском крае появилось первое оборудование, на котором можно проводить позитронно-эмиссионную томографию. Звучит сложно и страшно, на деле точные результаты и вовремя начатое лечение. Продолжим в сюжете. Позитронно-эмиссионная томография или ПЭТ-исследование – тот случай, когда высокие технологии становятся рутинными технологиями. Новый для края метод диагностики позволяет находить опухоли на самых ранних стадиях. Специалисты получают не просто фотографию, а цветное изображение химической активности процессов, которые происходят в организме. При опухоли они меняют свою гамму. Процедура почти безвредна. Ее сравнивают с МРТ и рентгеном. Мы делаем одновременно два исследования. ПЭТ позволяет нам увидеть, что происходит, а КТ позволяет увидеть, где происходит. Мы типометрию осуществляем, смотрим, в каком месте это все у нас патология. Центр ядерной медицины Института имени Сергея Березина открылся в начале этого лета. Его построили в рамках государственно-частного партнерства. В строительство и оснащение учреждения инвестировали около миллиарда рублей. Ежегодно тут смогут проводить 4000 ПЭТ-исследований. Сейчас здесь также принимают пациентов с подозрением на пневмонию. Когда что-то ломается медаль, когда какие-то пики, вслески, мы подхватываем, у нас здесь бывает 30, по-моему, 47, самый большой человек в день было. Когда что мы посмотрим, пневмонию? Да, мы смотрим пневмонию. Помимо онкологии, новый метод будет широко применяться в диагностике болезни сердца, головного мозга. Для жителей региона процедура бесплатна по полюсу ОМС. Те исследования, которые сегодня до момента создания или появления возможности ПЭТ-исследований делались, они не дают той точности диагностики, которая очень важна для эффективного диагноза и для организации эффективного лечения. А ПЭТ-технологии сегодня позволяют совсем другое понимание иметь по тому, как правильно поставить диагноз и как в последующем правильно сопровождать ход лечения. Жители края ездили в Красноярск получить это исследование. Вчера они ездили в Новосибирск, где мы открылись год назад, а сегодня они будут уже получать исследование здесь. Не нужно ни тысячу километров, ни 250 километров. Не надо было как раньше ездить в Москву. В центре намерены оказывать услуги и на коммерческой основе. Планируют принимать пациентов из Казахстана. Кстати, ВОЗ рекомендует иметь как минимум один позитронно-эмиссионный томограф на миллион человек. Чтобы закрыть эту потребность, только в России необходимо построить примерно 90 таких центров. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сливать в канализацию сотни литров полезного козьего молока вынуждены предприниматели Первомайского района. Вот уже две недели они не могут доставить продукцию переработчику. Единственную дорогу перекрыл якобы ее собственник. Правомерность его действия оценивает местная администрация и Общероссийский народный фронт. Они уверены, что это не что иное, как прессование бизнеса. Продолжит тему Валентина Аскерова. Я бы тоже не мог. Я же вам не разрешал. Так, а вы же не у себя дома. Ну, я не у себя дома, но вы же меня снимаете. Возмущающийся Иван Бибиков. Председатель садоводства «Звездный-2», что в селе Зудилово. Меньше двух недель назад он установил запрещающий знак и перегородил въезд, установив шлагбаум. С тех пор проезд к самой большой козьей ферме края невозможен. От шлагбаума до фермы 2 километра. Теперь работники сельхозпредприятия вынуждены преодолевать их пешком. Вот такой ежедневный 4-х километровый воеждж для доярок и ветеринара. Ну, это нормальная такая ситуация, что вот взяли, захотели, поставили шлагбаум, но проехать нельзя. Ненормально, конечно, ведь дороги уже скупили, что ли, и речки. Все подряд, нельзя ни пройти, ни проехать. Да, у нас велась уже почти год переписка, и пытались все поговорить. Бесполезно. Одно слово только, что я не хочу, чтобы вы здесь были. Причина. Никаких причин других нет. Просто я не хочу, и все. Председатель садоводства отправляет работников фермы на другую дорогу. Но она в 20 километрах от хозяйства. Такой крюк, да еще и по бездорожью, недоумевают люди. Это не дорога. Это просто тропа в лесу. Другого здесь не скажешь. Как она может быть, какой-то дорогой, если это просто путь. Где-то вниз, в местности. Это сейчас проехать по одной из альтернативных дорог хоть как-то можно. Но вот что будет зимой, когда сугробы сравняются с кронами? Наконец, ухоженная козья ферма. Площадью 13,5 гектаров. Больше 500 голов коз. Малышей предприниматели свозили сюда со всей Сибири. Кормили буквально с рук. Может, от того животные такие ласковые. Этого товарища зовут, наверное, 100% убийца, козел. Он очень такой, дружелюбный. Но и Джин Василий – имя у каждого. В свое детище фермеры вложили 30 миллионов рублей. Только спустя полгода ферма начала приносить первый доход. Полезное молоко заказывают барнаульские сыроварни. Вот только вывозить его стало невозможно из-за пресловутого шлагбаума. Ежедневно коровы и козы на этой ферме приносят до 500 литров молока. Но все это вот уже две недели сливается в канализацию. А значит, ежедневно сливается по 30 тысяч дохода. Но это часть беды. И самое страшное то, что на грани срыва строительство теплого помещения для коз. Без него при первых же заморозках животные погибнут, говорят фермеры. А доставлять стройматериалы по лесу нереально. На данный момент получается, вот видите, в каком она сейчас незаконченном состоянии. На козьей ферме работает семь человек. Доярки, скотник, ветврач, охрана. Каждый день у них часовой марафон с препятствиями. Тяжело, конечно. У меня еще и возраст такой. Утром еще как-то бодрячком после сна. А когда отработаешь 12 часов, это уже не игрушки. Но это ненормальная ситуация. Естественно, ненормально. Это я вообще не понимаю. Животные-то при чем? Причем здесь люди и животные не понимают руководства села. В коем-то веке сюда зашли предприимчивые люди. И открыли социально значимое предприятие. Предприятие, то есть оно чем для нас благоприятно? Для территории. Это, во-первых, рост рабочих мест, количество. То есть население будет занято. И нашим людям не придется ездить на работу в близлежащие города. Плюс отчисление в бюджет. Сельская администрация ставит под сомнение тот факт, что дорога частная и пытается разобраться в этом вопросе. На проблему обратил внимание и общероссийский народный фронт. Он пытается отстоять права бизнесменов. Мы по своей линии обратились к полномоченному по защите прав предпринимателей. То есть на уровне Алтайского края. От нее были написаны обращения в адрес федерального полномоченного, в адрес губернатора с просьбой обратить на эту ситуацию внимание, взять ее на контроль и, условно говоря, не закошмарить бизнес, который только начинает развиваться, становиться, а разобраться. Пока идут разбирательства, говорят предприниматели, на ферму зачастили надзорные органы. Оказывается, поступила анонимная жалоба на вонь и о жестоком обращении с животными. Но бизнесмены сейчас обеспокоены обратным. Козы рискуют остаться совсем без еды. Запас сена остался всего на один день. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Многокилометровые пробки образуются в час пик на дорогах Барнаула из-за планового ремонта. Страдают и жители центра, и спальных районов. Как скоро восстановится движение, расскажет София Яценко. Решил пешком. Быстрее получается. На своих двоих здесь и правда быстрее. Длинная пробка на одной из самых оживленных дорог Барнаула, улицы Власихинская, от Трактовы до Попова, ежедневно уже в течение недели. Всему виной ремонт рамвайных путей. Из-за него вместо трех полос на участке интенсивного движения всего одна. И это очень неудобно, говорят водители. Постоянно езжу. Сейчас здесь не проехать просто. Это ужас. Стоят по полчаса. Приходится объезжать вокруг. Заторы и на соседних улицах. Балтийской, Взлетной и Павловском тракте. Для самого заселенного района города в часы пик – это сродни коллапсу. Люди нередко опаздывают на работу. Было неприятно. Он достаточно долго стоял в пробке, минут 30 может. Ремонтные работы проводят и в центре города. На пересечении улиц Строителей и Профинтерна. Из-за замены труб, полос на проезжей части здесь также стало меньше. Неудобства испытывают и пешеходы. Зебра не работает, приходится обходить. Но все трудности временные, напоминают сотрудники городского дорожного комитета. Просто нужно набраться терпения. Правда, если на Власихинской ремонт обещают завершить ко второму сентября, то на строителей сроки открыты. София Иценко, Александр Антропов. День с толком. В край разгар грибного сезона. Любители тихой охоты, предостерегают спасатели, нередко настолько увлекаются процессом сбора, что теряются в лесу. Как не заблудиться и что делать, если все же заплутали? Наш корреспондент Мария Микшута приняла участие в поисковом эксперименте. Потеряться в лесу легче, чем можно предположить. Тем более сейчас, на конец лета, начало осени, выпадает сезон по сбору грибов. Сегодня я решила ради эксперимента оказаться на месте заблудившегося человека. Август самый напряженный для поисковиков. Месяц. Каждый день в оперативный штаб поступают звонки так называемых потеряшек и их родственников. Ягодка за ягодкой, лисичка, подосиновик. И незаметно ушел вглубь леса. Давай, координаты. Лисуй. Боцман сколько? Восемь. Чего восемь? Чего сколько? Семьдесят восемь. Чуть свернул с маршрута и уже лесные дебри. Помощь спасателям Жора так зовут служебную собаку. Вот почти уже восемь лет он ищет заплутавших в чаще людей. Ищи. Ищи. Для усложнения задачи мы решили немного сойти с маршрута и поменяли место расположения. Звать на помощь не стали, ведь нередко потерявшийся человек находится уже без сознания. Либо обессилен. Однако не у животного не проведешь. Ай, хорошо, Жорик, молодец! Хорошо, молодец! Ищи, хорошо! Нередко собирая грибочек за грибочком, можно забрести в дебри. Если рядом есть железная дорога, лучше подойти к ней и следовать по направлению путей. Заблудиться в лесу может даже самоопытный грибник и охотник, подчеркивают спасатели. Заплутавшие часто впадают в панику и ведут себя не совсем адекватно. То есть, если человек опытный, подготовленный, даже если он потерялся, больших изменений у него нет. А не у подготовленного человека, да, зачастую страх, паника. Первым делом нужно сообщить спасателям о своем местонахождении. После звонка важно оставаться на месте. Но многие грибники, особенно пенсионеры, в этом большая ошибка, не берут с собой в лес ничего, кроме ножей да корзинок. Любителям ходить по грибы да по ягоды, а также тем, кто не прочь прогуляться в лесу, стоит подготовиться заранее. Ну, во-первых, взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. Взять с собой спички. Лучше пусть они будут в полиэтиленовом пакете. Ну, а также запасы еды и воды. Не помешают и лекарства. Задача заплутавшего – продержаться до прихода помощи. Правда, порой спасательные операции могут длиться по несколько дней. Искать места для ночевки, такие подходящие, либо перед тем, как чувствуете, что начинается ночь, построить какое-то себе жилье, шалаш какой-то или подобие шалаша. Даже любой шалаш, он просто-напросто теплее будет вам ночью, поможет согреться. К поиску потеряшек нередко присоединяются волонтеры. К примеру, ребята отряда «Лиза-Алерт» принимают звонки из оперштаба, геоданные, особые приметы. Собранную информацию обрабатывают и отправляют на поиски, успех которых во многом зависит от правильных действий самого потерявшегося. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. В крае постепенно возобновляют работы учреждения дополнительного образования. Большинство кружков и секций должны открыться 1 сентября. Но есть и те, чья деятельность останется под запретом еще на неопределенный срок. Подробнее в сюжете София Яценко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяем. У этих ребят, как у бременских музыкантов, вместо крыши небо голубое, вместо стен деревья. Из-за пандемии коронавируса каждое занятие танцоров проходит прямо на улице. Разучивать пируэты в зале пока нельзя. Приходится оттачивать навыки прямо на траве. Начали одни из первых практиковать занятия онлайн полностью. И сейчас уже продолжаем одни из первых тоже в режиме опен-эйр. Но все равно очень сильно хочется уже попасть в залы, попасть к нашим зеркалам, попасть на наш паркет. По паркету скучают не только педагоги, но и воспитанники. Потому что там пол, и там можно без носков заниматься. А здесь нужно лобби и только на ковре, если садиться. А где веселее тренировки проходят? Здесь. Тренировки на свежем воздухе детям по душе. Вот только наслаждаться ими осталось недолго. Лето заканчивается. В дождь и холод танцевать под открытым небом не получится. А между тем, деятельность любых кружков и секций внутри школ до сих пор запрещена. И когда ее возобновят, неизвестно. С 1 сентября начнут работу все самостоятельные учреждения доп. образования. Возобновления занятий с нетерпением ждут, к примеру, в 5-й музыкальной школе. Расставлены столы так, чтобы соблюдалась эта социальная дистанция. Сократили количество детей в группах. И расписание составили с учетом, чтобы в 8 утра с началом занятий все дети не столпились в коридорах. А по времени разошлись удобно. И также занятия будут заканчиваться именно с этим учетом, чтобы не собирались в большом количестве ребятишки. С начала учебного года, пусть в усеченном формате, возобновит работу порядка 70% кружков и секций. Что касается работы пришкольных, совет от специалистов пока один – набраться терпения. София Яценко, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. В преддверии учебного года в Барнауле начнет работу выставка, посвященная образованию детей на Руси. Познакомиться с редкими историческими экспонатами, среди которых есть псалтырь и азбука, можно будет в Государственном художественном музее «Краем». Сейчас там идут последние приготовления к показу. Азбуку учат, в избе кричат. На Руси за любую провинность при обучении грамоте детей разных сословий могли высечь розгами. Но в завершении каждого этапа обучения проходила торжественная церемония. Она символизировала второе рождение человека. Этнографические предметы, как иллюстрация обряда, также представлены в экспозиции. Когда приносили горшочек молочной каши, завертывали его, оборачивали в платок, в женский, и все вместе его съедали, а затем горшочек разбивали. Ну и, соответственно, сверху складывали несколько монеток, как плата за обучение учителю. Древняя система обучения существовала до начала 20 века. По мнению научных сотрудников, данная концепция актуальна и сегодня. Именно в три этапа львового ребенка можно обучить древнерусской речи. Изучение знакомо славянского языка, именно как культурное наследие наших предков, поможет ребенку впоследствии в старших классах, может быть, лучше понять классическую русскую поэзию. Один из знаковых экспонатов – икона 19 века с изображением Кирилла и Мефодия, а также образы Сергия Радонежского, олицетворяющие усердие в обучении. Мини-проекты на православную тематику в художественном музее проходят регулярно. Главная цель этой экспозиции – развенчать миф о том, что на Руси крестьяне были неграмотны. Дети начинали с русского народного творчества, да, с мифов, блин, вот то, что сказок. Потом приступали к тяжелым книжкам. Православная просветительская выставка распахнет свои двери 27 августа. Организаторы уверяют, посетить экспозицию будет интересно не только детям, но и взрослым. Последних ждут познавательные лекции о старопечатной литературе и истории книги. Анастасия Грица, Александр Антропов, День с толком. У меня на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 205545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова